Всем приветик! Добро пожаловать в мой новый влог! Влог я хочу начать с того, что сейчас буду запекать тыковку. Вот у меня осталась такая тыковка с фотосессией. Сейчас я решила её порезать кусочками и запечь в фольге в духовочке. Я сейчас, короче, её почищу, помою, почищу, порежу кусочками такими или скивочками, не знаю, я ещё не решила. Полью её немножечко олейкой, посыплю сахарком и буду всё это дело примерно за полчасика-сорок минут запекать в фольге. Сейчас я вам покажу, что у меня получится. Надеюсь, это получится очень вкусненько. Вообще, я так тыкву не люблю есть. Ну как, в принципе, у меня никогда к ней такой любви не было. Но сейчас вот думаю, почему добру пропадать, чтобы она у меня не пропала. Решила её порезать и запечь в духовке. Буду как бы налаживать с ней такой процесс. Надеюсь, что я полюблю её, потому что вот как выглядят тыковки, мне очень нравится. Ну как на вкус, то я никогда так тыквы особо не ела, не любила. Вот буду сейчас вот этой осенью решила полюбить, так сказать. Общите, кстати, в комментариях, кто из вас любит тыкву, что вы из неё готовите, что вы любите из неё кушать. Ну я как бы решила, что кашу, наверное, я всё-таки пока мяснее осилю приготовить и скушать. А вот порезать её кусочками и запечь сахарком, думаю, вот пойдёт. Поэтому всё, сейчас приступаю к готовочке. Буду готовить. Вам всем желаю приятного просмотра. Не переключайтесь, оставайтесь со мной. Всем желаю хорошего настроения осеннего. Не хандрить, не болеть. Всё в этом духе. Видите, она у меня уже покрылась чем-то таким белым. Ну, в принципе, вот так вот нажимаешь, она не испорчена. Это просто вот, наверное, шкурка чем-то таким покрылась. Ну, сейчас буду, короче, готовить свою тыкву. Вот что у меня получилось. Нарезала я уже тыковку кусочками. Конечно, она оказалась такая плотная. Еле-еле её порезала. Поэтому получились тут и скибочки, и кусочки. На противень у меня вместилась вся тыковка. Я её ещё полила ликой. Присыпала сахарком. Сейчас сверху тоже её запакую в фольгу и отправляю выпекать в духовочку. Как мне показалось, она немножечко зелинковатая такая. Мало, в принципе, мякоти. Ну, не знаю. Сейчас запеку, посмотрим, что у меня получится. Выглядит это, конечно, всё красиво. Всё так вот блестит. Я просыпала сахарком. По идее, она ещё может за карамелью покрыться. Не знаю, короче, что у меня получится. Это первый мой опыт. Первый раз я готовлю вообще тыкву. Поэтому всё. Отправляю сейчас её в духовочку. И потом уже буду смотреть, что у меня получится. Не знаю, конечно, сколько я буду её печь по времени. Потому что она была настолько твёрдая. Я её ножиком для мяса еле-еле разрезала. Настолько она была плотная. Семочек внутри было много. Ну, а мякоти как-то оказалось вот так себе. Не знаю об этом. Я её прямо со шкуркой думала почистить. Но потом подумала, что это гиблое дело, потому что чистится и режется нам очень сложно. Поэтому буду запекать со шкурочкой. Всё, сейчас вот так вот её запаку в фольгу и отправляю выпекать. Пока моя тыка в копечёцах, я села повышивать. Хочу вам показать, сколько я уже понаклеивала алмазиков. Смотрите, вот это всё я уже сделала. Конечно, процесс очень долгий. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Но вот, не знаю, конечно, если бы у меня было больше времени, то я бы, наверное, на весь день засела бы и не отлипала бы. Потому что очень мне нравится, конечно, это занятие. Вот сколько я уже сделала. И сейчас сажусь тоже ещё немножечко поклеить. В принципе, ещё немножечко. И голова у меня, слона, вся уже будет поклеена. И видите, тут я вот фончик так поклеила. Очень, конечно, круто это всё смотрится. Потом вам уже покажу, что у меня получится в итоге. Ну, залипательный, залипательный, конечно, процесс. Я прям кайфую. Вот я вспомнила, что у меня есть такая вот тыковка-подсвечник. Вот достала её со шкафа, поставилась на столик. Сюда вот можно поставить свечечку и будет как светильник. Либо так можно поставить и тоже как декор такой будет. Прикольная такая тыковка. Как-то я покупала, я, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году за 5 злотых в магазине Пепка. И давайте я вам ещё покажу. Не помню, показывала, я, по-моему, не показывала. У меня появился такой вот миленький зайка. Смотрите, какой он прикольненький. Такой классненький. И так он мне понравился. Вот теперь он у меня стоит, тут сидит, охраняет мой столик. Ставлю его сюда. Мне понравилось, что он такой вот очень мягенький, очень миленький. И вот на ушках у него есть такой вот цветной горошек. И на лапках есть такой цветной горошек. Я очень люблю мягкие игрушки. И мимо этого зайки я просто не смогла пройти мимо. И теперь вот такой вот милашек у меня тут стоит. Так как не могу, конечно же, его во себе завести, то вот стоит у меня вот такой вот, точнее сидит. Такой вот игрушечный. Очень он мне понравился. Такие вот у него лапки длинные. И он очень-очень мягкий, приятный такой на ощупь. Классный зайчик. Вот, посажу его, тут будет сидеть. И рядышком у меня сидит вот такой вот мишка с икеи. Смотрите, два друга теперь. Всё, спеклась моя тыковка. Смотрите, какой из неё идёт пар. Такой вот вкусный, неимоверный аромат. Попробовала я её уже вилочкой. Она мягенькая. Пробую, буду снимать чуть позже, как немножечко остынет. Ну, как выглядит, конечно, это всё аппетитненько. Ну, запах у неё, конечно, своеобразный. Мне не каждый мой понравится. Пока она у меня пеклась, что на кухне стоял такой специфический аромат, своеобразненький. Ну, вот, ничего, приготовила, то придётся кушать. Пусть немножечко остынет. Такой вот парочек с ней опорует. Класс. Смотрите, какая аппетитненькие такие скибочки. Кайф. Напишите в комментариях, кто из вас любит так вот запекать тыковку с сахарком в духовочке. Ну, я вот первый раз буду вот так вот пробовать. Моя мама, конечно, часто такое готовила. Раньше часто любит запекать тыкву. Но я никогда не ела. У меня не было к ней такой любви, поэтому у меня даже не было желания её особо пробовать. Но так как у меня тыква была, то вот решила запечь и буду как бы её вкушать. Ой, класс, так порует. Ладненько, закрою её, пусть немножечко остывает. Позже сниму пробу. Отдай. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 что-то из живых или искусственных цветочков. Давайте попробуем. Не искусственные. Блин, выглядит тоже прикольно. Такое все неоновое, а в свету. Может, непонятно, что это такое. Тут все люди фоткаются. А, просто это дерево так украшено. Ага, я поняла. Прикольно. Тут локация, конечно, самая эпичная. Поснимаю вам еще немножечко. Девушки с бакоменов. Девушки с бакоменов. Прикольно. Грасти. Да. Ага. Девушки с бакоменов. Хughtопают. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 юмора то я думаю что точно не обидится поржет будет всем весело много положительных эмоций вот такой вот буду сегодня вечером вести букетик на доставочку такая вот красота тут пять шариков то смотрится в принципе тоже неплохо три черных два таких вот ярких сейчас буду пытаться их как нибудь сфоткать на свою рабочую страничку хотела просто с вами немножечко поделиться своей работкой своим делом чем я тут в польше занимаюсь такая вот красота купила вчера ваша не такой вот бразильский манго буду сейчас тестировать напишите в комментариях если у меня тоже любители манго я манго очень люблю но раньше как-то сами фрукта манго я не ела потому что как-то пару раз дела и пару раз было неудачно ела в основном раньше либо сушеная манго разные вкусняшки с манго ну либо напитки манго выпила с фруктами как-то у меня не слаживалась вот раз купила два купила он какой-то оказался не очень зеленый ну и как-то больше не брала потом как-то пошла в магазин и там была акция очень была сладкая цена на манго за штуку по-моему три злотых это я в польше покупала я взяла попробую думаю ну попробую может быть повезет может быть мне понравится и мне так понравилось он такой был спелый такой был вкусный бразилийский манго он такой был не ярко-ярко оранжевый даже вот потом второй раз взяла должен мне очень понравился вот вчера ваша не взяла вот такой вот сейчас буду протестировать смотрите он даже пустил вот клея немножечко надеюсь он мне понравится честно на манго есть разные цены есть даже такие цены что они стоят как золото я не знаю почему чем они отличаются я особо в этом не разбираюсь но беру такой который по цене мне подходит бюджетный или в основном по акциям когда есть акции вот этот вот я купила по-моему за 4 с копейками тоже вот так вот он выглядит такой вот красненький я не знаю напишите в комментариях кто из вас разбирается как выбирать манго чтобы он в итоге был спелый и вкусный потому что я не знаю магазине они в основном зеленые чаще всего немножечко бывают с красноватыми бачками этот вот я взяла он практически весь красный смотрите тут вот только чуть-чуть зелененького но я читала что цвет не всегда как бы способствует спелости масса моего фрукта поэтому кто знает из вас и кто разбирается хорошо манго напишите мне но я вот сейчас чуть позже протестируя вот этот надеюсь что он мне очень понравится что она кажется спелый потому что он в принципе ну такой плотный но в меру я не знаю будет он спелый или не будет или мы ждать ему еще пусть немножечко полежит пару деньков даже не знаю как поступить посмотрю может быть даже сегодня его не буду разрезать разрежу завтра вот что не да не хочется ошибиться не хочется чтобы он был зеленым хочется покушать спелый фрукт но каких правильно выбирать я не разбираюсь вот понравился такой был красненький я взяла ладненько короче буду пробовать этот идет подготовка к очередному заказу полным ходом вот будет такая вот растяжка надпись золоте happy best и вот она приготовила сейчас буду надувать и потом на такую вот ленточку ее цеплять это вот напоминалочка с визиточкой прицепляю ее к букетам шариковым это вот палочка для надписи тут вот разные шарики с разными надписями я приготовила сейчас буду их тоже раздувать а потом позже буду надувать это я готовлю заказик на вечер на доставочку насос у такое вот сердечко будет днем рождения любовь моя туда за приготовила такой вот уже грузик сейчас короче буду заниматься буду работать и вечером буду это все отвозить на доставочку результат если не забуду вам покажу честно напишите в комментариях я уже как-то спрашивала хотите ли вы видеть процессы как вот я готовлю свои заказы как я работаю что мне получается которые что я занимаюсь аэродизайном тут в польше и вот не знаю иногда вам показываю свои какие-то работы там с этой композиции но именно там процессы все дела я не показываю не знаю будет ли вам это интересно чтоб я периодически показывала если да то напишите вот вам показала такой вот творческий свой процесс как я конечно это буду делать наверное записывать не буду потому что я сначала на надпись приготовлю потом пораздуваю шарики Позже буду их качать, собирать букетики Ну и результат, конечно же, если не забуду То вам покажу Посмотрите, какая у меня тут красота Все циферки уже надуты Осталось их только собрать все на ленточку Такие вот красивые золотые Такой вот у них размерчик Красота Так, все, надпись у меня уже готова Я вот так вот ее повесила У меня, конечно, в комнате нет места Это я так просто ее по каменству установила Чтобы потом в конце сделать себе фоточку Для инстаграма Ну вот так вот выглядит надпись Сейчас сделаю себе немножечко перерыв на обед Пойду покушаю и потом уже буду дуть шары гелием И покажу вам в итоге, что у меня получилось Решила я себе сделать, короче, перерыв на обед Буду сейчас пробовать вот такую вот лапшу Это, я так понимаю, рисовая лапша Но написано, что это вьетнамская лапша с курицей Сейчас вот делаю себе, попробую И потом, наверное, все-таки попробую еще и манго Напишите в комментариях, кто из вас пробовал такую лапшу Я не знаю, конечно, кто производитель Польская она или какая-то корейская, вьетнамская Короче, взяла вчера в Ашане Будут сейчас пробовать, тестировать Надеюсь, что мне понравится Потому что вообще рисовую лапшу я просто обожаю Надеюсь, что это мне так же само понравится Давайте проведем сейчас с вами распаковочку Смотрите, тут оказывается действительно рисовая лапша Она запакована вот так вот в пакетик И так же тут идет пакетик с разными приправами, добавками Я так понимаю, сейчас я, наверное, высыплю лапшу, распакую Потом добавлю эти приправки И смотрите, тут действительно написано, видите Made in Vietnam написано Действительно, вьетнамская лапша не только по названию Но еще и по производителю Поэтому все, сейчас чайничек мой уже закипел Сейчас заварю лапшичку и буду уже пробовать И скажу вам свой отзыв Надеюсь, мне очень понравится Потому что, повторюсь, я рисовую лапшу просто обожаю Пишите в комментариях, кто должен Все, заварилась уже моя лапша Я уже даже пробу сняла Вот смотрите, вот так вот выглядит сама рисовая лапша Вот такой вот бульон Было, кстати, много разных пакетиков С разными наполнениями Там приправами, алийками Зелень, все тут есть И я еще думала, зачем здесь вот на этикетке нарисована корица Вот видите Ну тут вот, походу, в какой-то приправе была корица Потому что идет немножко такой аромат И вкус корицы Что я могу сказать? Это вкусно, но на любителя Если, например, вы не любите корицу И все вот эти дела И она еще, кстати, остренькая То вам не зайдет Ну так, в принципе, я даже не знаю Сейчас я точно, наверное, ее съем Ну вот, не знаю, буду ли я еще покупать ее когда-то Смотрите, тут вот такие кусочки еще курицы плавают Ну, такое Конечно, я ожидала немножечко другого Но она не ужасная, вкусная, в принципе Но, как по мне, тут портит все корица И если вы корицу не любите, то вам она не понравится Ну, а я сейчас буду вот так вот обедать Всем, кто тоже сейчас кушает, обедает Всем желаю приятного аппетита В этой лапше, оказывается, не только корица, но еще и имбирь есть Ну, такое, она любителя, конечно Я сейчас буду эту лапшу есть вот такими вот колбасками В прикуску Ну, конечно, я имбирь не очень люблю Поэтому они этим немножко испортили Ну, уже съем так Давайте покажу вам результат Какую тут красоту сотворила Смотрите, такие вот разные с надписями шарики под подолком Там вот это вот сердечко Тут вот такая вот надпись Сейчас пытаюсь сделать какую-то красивую фоточку Надеюсь, что надписи всех там не видно под потолком Я потом их соберу в букет Ну, вот показываю вам боками У меня такая красота Порезала я тут себе манго Оказался он, кстати, очень сочный, очень вкусный Я уже успела попробовать И сажусь заканчивать, доклеивать свою алмазную картину Вот с последнего раза, когда я вам показывала Вот смотрите, сколько уже я сделала Практически у меня уже конец Ну, осталось тут совсем малость Немножко вот этого слоника Ну, и так в основном фон Поэтому я на этом моменте буду заканчивать этот влог Всем спасибо за просмотр А я вот уже закончу свою картину И, скорее всего, что в следующем влоге Я уже покажу вам конечный результат Всё, сажусь за творческий процесс Буду кушать манго Смотреть что-нибудь на ютубчике Всем спасибо ещё раз за просмотр И до встречи в следующем видео И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok